Каждая история имеет свое начало и главного героя, который борется и преодолевает препятствия. И начало истории Металфор приводит нас в Эльфартин, в деревню к востоку от провинции Кордоба, где наш главный герой Луис Анхель Додомо, начиная с раннего возраста, работает с отцом Флоренцио на сельскохозяйственных работах. Он был очень увлечен железками, и его свободное от работы время было посвящено сборке, разборке, подготовке инструментов, которые были в его хозяйстве. Как и многие другие переселенцы, потомки итальянских эмигрантов, он помнил холодные дождливые зимние утра, работая со старым трактором и плугом на маленьком семейном поле. В возрасте 16 лет, в 1970 году, одолжив инструменты и взяв кредит, он 18 месяцев работает над изготовлением своего первого аппарата. Понадобилось 3 года, чтобы он сделал первую продажу. Собрав деньги и взяв еще кредит, купил материалы, чтобы собрать еще два аппарата. В возрасте 20 лет, Додомо сконструировал, собрал и покрасил свой первый товар, и поехал по стране с одним черно-белым фото объяснять и рассказывать, что этот аппарат опрыскиватель. В большинстве своем люди не верили, что он сам его придумал и сделал. В то же время, Луис создает мастерскую в гараже отцовского дома, что позволило ему значительно улучшить производство. Своего первого работника он нанял в 1979 году, а в 1982 году купил помещение 10 на 20 метров, которое принадлежало родителям матери. И тогда смог нанять уже 5 сотрудников, работающих в мастерской. Это и есть начало Металлфор и ее традиции, которая продолжается до сих пор. Молодые люди хотят учиться для того, чтобы работать по философии, соответствовать фермеру. И девизу его отца, Дона Флоренция Додому, оставшемуся по наследству, который звучит «Правда всегда в руках». Компания продолжает расти и в 1984 году создает свой первый самоходный опрыскиватель. Это позволяет быть постоянно представленным на самых престижных выставках сельскохозяйственного управления в районе Палермо, города Бонас-Айрес. Но для металлургии «Эльфартин» Металлфор заметно перерос местный уровень и начал конкурировать с другими национальными брендами. Проявили затруднения. В городе не было дорог, ни телефона. Единственным средством связи был железнодорожный транспорт. И когда он перестал работать, остались автобусы, делающие один рейс в день. Нехватка коммуникаций поставила под угрозу ежедневную работу и будущая компания. В результате, в 1994 году, Луис Анхель до дома принимает трудное решение переехать из того места, где он родился и вырос, на новое, где все нужно начать сначала. Вместе со своей семьей и большинством своих работников, Металлфор переехал в новый город, Марка-Скуар. Компания, как и прежде, показывала постоянный рост производства. 1998 год стал важным. Большим вкладом стало приобретение микроавтобусов и грузовых автомобилей для перевозки машин, проданных прямо с завода. Так начала работать серть в ServoMobilis. Восемь дилерских точек прямых продаж, расположенных в стратегических областях, для того, чтобы быть ближе к клиенту. В дополнение к росту производства в Аргентине начались деловые визиты в Бразилию для понимания рынка и анализа возможности реализации продукции в этом регионе. Таким образом, в 2001 году были арендованы в городе Понта-Гросса производственные мощности, где начали производить первые аппараты. А в конце 2002 года, чтобы удовлетворить выросший спрос, приобрели 30 тысяч метров заводских площадей. Из них 7500 метров гаражей и ангаров. Наряду со свершившейся покупкой бывшего завода Араус в городе Нойтингер, который имеет площадь 70 тысяч квадратных метров, предназначенного на сегодня для изготовления деталей. Также была завершена разработка первого комбайна обычного молота МЭА Тресесесэсэсэнта, который был представлен публике в 2005 году. Развивая производство и рост инвестиций, в 2006 году на выставке Соседат Рурал Аргентина был представлен первый трактор, изготовленный компанией. Новый продукт был включен в семейство моделей Металфор. В то же время, команды инженеров и конструкторов работают над сборкой и вводом в эксплуатацию первого в промышленности Аргентины осевого комбайна, воплощая твердую приверженность команды быть во главе сегмента многонациональных брендов. Эта широкая гамма продуктов привела к большому потоку многочисленных иностранных делегаций, нуждающихся в импортном оборудовании. Таким образом, Металфор начал продавать продукцию в Уругвайе и чуть позже на различных рынках Южной и Центральной Америки. Точно так же в 2007 году начали отправлять первые машины в Европу и Африку. И даже сегодня продолжаются исследования новых рынков и принимают участие в крупнейших сельскохозяйственных выставках по всему миру. Поскольку рынок продолжает требовать новой технологии производства сельскохозяйственной продукции, необходимы технические инновации, изменение клиренса, ширины полосы и емкости цистерны, Металфор разработал новую модель опрыскивателя 7040 с передним двигателем. Он был показан на выставке Expo Agro 2012. Новая модель автоопрыскивателя 7040 с колесами большого диаметра, рабочей шириной опрыскивания до 36 метров, новый дизайн штанги, делающий ее легче и подвижней, бак с раствором на 3500 литров, радикальные изменения в традиционном производстве самоходных опрыскивателей. На этой же платформе был сконструирован разбрасыватель удобрений 7050, элемент, которого не хватало для того, чтобы представить клиентам полный спектр разрабатываемых продуктов. Наряду с этой моделью они разработали разбрасыватели удобрений с прицепом модели FSA 4000M, FSA 4000H и FSA 8000H. Эти модели, наряду с осевым комбайном Axial 1475 Max, были представлены в 2013 году на выставке Agri-Show в Ribeirao Preto в Бразилии, демонстрируя скачок качества продукции, которую производит компания в обеих странах. Диверсификация является одной из основных бизнес-задач компании. Именно поэтому Metal4 в своей линии опрыскивателей производит аппараты емкостью 2000, 3000 и 4000 литров. В самоходные опрыскиватели могут быть установлены механическая или гидравлическая системы и емкости объемом 2500 и 4000 литров. Другой возможный вариант – это полуприцепы с емкостью бака 9, 11,5 и 20 тонн и вспомогательные резервуары на 6000 литров в сочетании с небольшими массой до 4 тонн. По аналогичному принципу формируется линия широкого спектра оборудования для распыления. Благодаря полученным специалистами фабрики консультациям испанских профессионалов, компания может позиционировать себя в сельскохозяйственном секторе фруктов и овощей. Целью компании является соответствие ее потенциала нуждам ее потребителей не только в производстве техники, но и в обеспечении сервиса. Именно поэтому сегодня мы имеем 25 пунктов технического обслуживания, где каждый клиент получает персонализированный подход 24 часа в сутки, 365 дней в году. Все это стало возможным благодаря группе людей, которые работают каждый день, исходя из самых высоких требований и обязательств, сделавших выбор в сторону персонального и профессионального роста. Это потому, что «Металлфор» создает постоянные инновации, удивляя и поражая рынок. Как и мечтал наш протагонист, Луис Анхель Додому, работая на своем маленьком поле в городе Фортин, где он сделал первые шаги в истории под названием «Металлфор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова